всем привет с вами как всегда я олег дубовой я рад что вы заглянули ко мне в гости и не даете мне скучать а ваши подписки лайки и комментарии вообще мне душу греют так эти несложные действия с вашей стороны я воспринимаю как слова благодарности за то что я делаю и они мотивируют меня на съемку новых видео новых сюжетов я никого не удивлю если с уверенностью скажу что все люди болеют кто-то меньше кто-то больше но через это испытание проходят все и как правило в борьбе с недугом нам врачи прописывает лекарства и здесь начинается одним прописанные таблетки помогают другие жалуются что таблетки неэффективные улучшений от них либо вообще нет либо есть но еле-еле заметные одни жалуются что от прописанных таблеток стало еще хуже а другие радуются жизни и благодарят врача за его работу а есть такие что вообще уже ни на что не жалуются так как их уже с нами нет говорят был человек здоровый крепкий пока врачам в руки не попал понаписывали каких-то лекарств пил он их пил пил он их пил а ему все хуже и хуже в результате человека не стало так что же происходит почему одним таблетки помогают а другим при том же диагнозе наоборот ухудшают состояние их здоровья кто в этом виноваты причин на мой взгляд может быть несколько но одна из них это то что не все люди знают как правильно пить таблетки чтобы лечение пошло на пользу они во время и сегодня я поделюсь с вами некоторыми рекомендациями относительно приема лекарств итак первое и самое важное принимайте назначенные вам лекарственные препараты регулярно они от случая к случаю иначе теряется весь смысл лечения дальше соблюдайте кратность приема распределяя равномерно по часам дозы лекарственных препаратов то есть если вам прописали пить две таблетки в день кстати не воспринимайте слова день буквально потому что болезнь ночью не отдыхает и ночью с ней к вашему сведению тоже надо бороться я думаю что у многих в жизни были случаи когда днем больному как бы легче становится а ночью его состояние ухудшается температура поднимается приходится иногда даже бригаду скорой помощи вызывать после просмотра этого видео вы сами дадите ответ на вопрос почему так происходит и так вернемся к нашему примеру когда больному врач прописал принимать две таблетки в сутки для эффективного лечения прописанный препарат должен находиться в организме больного 24 часа в сутки и для этого их прием вы должны распределить равномерно по часам то есть эффективное время работы этой одной таблетки 12 часов потому вам и прописали их две чтобы охватить полные сутки и не дать болезни ни минуты покоя что же происходит на практике представим что больной выпил таблетку в девять часов утра значит следующую для эффективной работы препарата надо выпить в 9 часов вечера то есть через 12 часов а он выпил вторую в 3 часа дня на 6 часов раньше потому что ему было так удобно получается что действие первой таблетки еще не закончилось а он пьет уже второй в результате его организм получает сильную передозировку данным лекарственным препаратом и до 9 часов вечера этот препарат уже не лечит организм нашего больного окалечит тошнота головокружение аллергия скачки давления головная боль сонливость потеря сознания и это далеко не все что может случиться с человеком вследствие передозировки лекарственными препаратами в некоторых случаях возможен даже летальный исход все зависит от химического состава и силы тех препаратов которые прописал ему врач и вот наступили 9 часов вечера организм больного изрядно подустал в борьбе не только с болезнью но и с передозировкой лекарств а что же дальше а дальше до 3 часов ночи вторая таблетка работает как доктор прописал то есть в рамках необходимой дозировки борется с болезнью а с 3 часов ночи до 9 утра когда наш больной собирается принять очередную порцию лекарств его организм полностью беззащитен и этих 6 часов вполне хватает вирусу на восстановление своих сил и опять все начинается заново ждать и чего потерянные деньги потраченные на лекарства и потерянное драгоценное время которого уже не вернуть дальше если в инструкции написано таблетку ложить под язык значит ее надо ложить под язык если написано жевать значит надо ее жевать написано таблетка сосательная значит ее надо рассасывать если не указано раскусить разжевать рассосать то просто проглотите ее запивая водой над тем как правильно применять тот или иной лекарственный препарат для эффективной и безопасной его работы трудились от тысячи научных сотрудников медицинских исследовательских институтов и лабораторий годами трудились а иной раз и десятилетиями следующие не высыпайте содержимое таблетки из капсулы или другой оболочки лекарство специально было помещено именно в эту а не в другую форму для лучшего и безопасного усвоения препарата в организме также не старайтесь принимать одновременно разные медицинские препараты так как некоторые из них своими химическими составами несовместимы их соединение может вызвать побочную реакцию какую именно я уже рассказывал ранее но если все же необходимо принять несколько лекарств то пейте их с перерывом хотя бы в минут 30 также не забывайте что лечиться пить и курить одновременно это очень опасный и трудный путь хотя наш народ трудностей не боится и легких путей не ищет а в случае неудачи можно вину на врача спихнуть и обвинить его в неэффективности назначенного им лечения в этом видео я рассказал о наиболее частых нарушениях правил приема лекарственных препаратов которые могут привести к большим проблемам и конечно гораздо больше если будет интересно я продолжу эту тему но несмотря на изложенные выше рекомендации всегда внимательно читайте аннотацию к применению лекарственных препаратов советуйтесь со своим лечащим врачом и прислушивайтесь ощущениям собственного организма всем пока до новых встреч крепкого всем здоровья и мирного неба над головой